На аэродроме в белорусских мочулищах произошла диверсия. Вы точно слышали про российский самолет, который, по информации Байпол, повредили белорусские партизаны. Хотя пропаганда утверждает, что... Был подготовлен террорист, он был завербован спецслужбой Украины. Так вот, самолет этот стоит очень много денег. По некоторым данным, до полумиллиарда долларов. Это почти половина расходов на национальную оборону, запланированных в государственном бюджете Беларуси на 2023 год. Сегодня мы не будем пытаться разобраться в истории, которая произошла в мочулищах. А вместе с вами посмотрим, какое оружие в мире самое дорогое. Для нас, кстати, самое дорогое – это лайки и подписки на канал. Нажмите, пожалуйста, на эти кнопочки. Мы будем благодарны. А-50 – это правда очень дорогой самолет. Его американский прообраз – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Century Avax – стоит около 270 миллионов долларов за штуку. Он дешевле в том числе и из-за крупносерийного производства. А вот самый дорогой военный самолет – американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spirit. Один такой стоит 2 миллиарда 130 миллионов долларов. Почти два годовых военных бюджета Беларуси. Самолет этот огромный. Его максимальный взлетный вес – более 150 тонн. Его сделали с использованием технологии Stealth. Это значит, что военные радары видят его как цель размером со шмеля. В два раза дешевле российские А-50ЭИ, которые закупила Индия у России. Но характеристики самолета не устраивают индийскую армию. Поэтому к ним еще докупят израильскую радиолокационную систему Falcon. По итогу Индия потратит 500 миллионов за самолет и столько же за радар. Получается миллиард за единицу. Интересно, что на третьем месте в нашем списке – американские самолеты Boeing VC-25. Они предназначены для президента США. Один такой стоит около 390 миллионов долларов. Это практически Белый дом в миниатюре. Там есть рабочий овальный кабинет, конференц-зал, места для прессы и других пассажиров, отсеки для медиков и секретной службы. Но эти самолеты считаются военной техникой. Они входят в состав Военно-воздушных сил США. И, как и другие военные самолеты, они оборудованы системой дозаправки в воздухе и защитой от ракетного оружия. Военные самолеты могут показаться довольно бюджетной покупкой, если вы посмотрите на суммы, в которые госбюджетом обходится покупка новинок для военно-морских сил. Самым дорогим военным кораблем в истории является атомный авианосец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джеральд Форд. Всего планируют сделать 10 похожих кораблей, а первенец вступил в строй в 2017 году. Он стоит 13 миллиардов 300 миллионов долларов. Это очень-очень-очень много денег. Считайте военный бюджет Беларуси за 11 лет. На авианосец установили два ядерных реактора. Мощность каждого 700 мегаватт. Чтобы вы могли сравнить, мощность каждого из двух энергоблоков БелАЭС составляет 1200 мегаватт. Максимальный вес корабля 101,5 тысяча тонн, а длина 337 метров. Это длиннее, чем три стандартных футбольных поля. В экипаже этого гигантского корабля может быть до 4,5 тысяч человек. На его борту могут расположиться до 75 самолетов. Второй по стоимости военный корабль в мире, который уже существует, это британский авианосец, корабль Ее Величества Куин Элизабет. Его создание обошлось казне Соединенного Королевства в чуть больше 10,5 миллиардов долларов. На третьем месте американский стелс-осминец Зумвальд, который стоил 7 миллиардов долларов. На четвертом американский атомный авианосец предыдущего типа «Нимец». Постройка последнего из них, авианосца военно-морских сил США Джордж Буш, обошлась в 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Пятый в списке – французский атомный авианосец Шарль Деголь. Он стоил 3 миллиарда 200 миллионов долларов, почти три годовых бюджета Беларуси на национальную оборону. Как думаете, наземное оружие сильно дешевле воздушной и морской техники? С берега кажется, что на него нужно потратить куда меньше денег. Стоимость даже самых дорогих танков в сотни раз меньше стоимости авианосцев или стратегических бомбардировщиков. Например, французский танк «Леклерк» оценивается в 9 миллионов 300 тысяч долларов, а британский «Челленджер-2» стоит 7 миллионов 200 тысяч долларов. Но и на Земле встречается очень дорогое вооружение. Правда, его создавали как раз для того, чтобы бороться с воздушными целями. Мы сейчас о зенитно-ракетных комплексах. Здесь не всё просто. Такое оружие должно работать в составе групп, в которые входят пусковые установки, модули управления огнём и радиолокационные комплексы. Поэтому их стоимость обычно оценивают именно в составе такой группы. Она называется «Батарея». То есть это все машины, которые нужны, чтобы полноценно вести бой. И здесь тоже всё стоит каких-то космических денег. Батарея новейшего российского зенитно-ракетного комплекса «С-500 Примитей» в 2020 году стоила от 700 до 800 миллионов долларов. Батарея американского «Патриот» в модификации «Пак-2» стоит около миллиарда долларов, а батарея американского же противоракетного комплекса «Фед» — около трёх миллиардов долларов. Ещё очень дорого обходится ядерное оружие и способы его, назовём так, доставки противнику. В сентябре 2020-го Пентагон принял пятилетний план по развитию ядерного оружия в США. Он предусматривает выделение не менее 167 миллиардов долларов, которые пойдут на разработку, закупку ядерного оружия и его поддержание в боеспособном состоянии. 13 миллиардов 300 миллионов долларов из этой суммы планируется потратить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты. Как думаете, что будет, если эти деньги пустить на что-то, что не несёт разрушения и смерть? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!